Огромное количество нефти открыты в Израиле. Период Амера знаменуется становлением палестинского государства. Палестинское государство будет временной мерой, которая позволит Израилю укрепить военную силу. Америка под ударом катастрофы. Америка сейчас в тяжелейшем положении. Израиль отказывает в помощи Америке. Израиль атакован. Америка посылает войска. Каос поднимается из-за протеста американцев помочь Израилю. Гибель Америки начнется с международной революции, начатой коммунистами. Определённые люди восстанут против правительства. Затем, со стороны океана, Россия, Куба, Никарагуа, Центральная Америка, Мексика и ещё две страны атакуют и нанесут поражение Америке за один час. Подобные темы обсуждаются гостями пророческого клуба, где мы даём слово стражам на стену. А теперь, ведущий пророческого клуба Стэн Джонсон. Спасибо. Добро пожаловать в пророческий клуб, где мы предоставляем информацию, а также ресурсы, с пророческой предупреждающей информацией для завоевания душ и призыва людей к покаянию. Сегодня я буду говорить с вами о метеорите и о разрушении Америки. Я думаю, что послание о метеорите является самым важным, помимо послания об Иисусе, потому что все знают, что Иисус является самой важной информацией в человеческой истории. Это самая важная информация со времён Ноя и Великого Потопа, которой уже четыре с половиной тысячи лет. И это делает её очень важной. Эта информация говорит о том, что приведёт к краху Америку, разделению Израиля, разделению Америки и миллионам смертей. Совсем недавно у нас проповедовал Эфрейн Родригес. Бог проговорил к нему, когда ему было 16 лет, около 41 года назад, что всё это произойдёт, и, насколько это понятно, он был первым, кому он это открыл. А также это было в первый раз, когда он говорил это в Америке. И вот краткое изложение того, что было ему показано, что по острову Мона ударит метеорит, который находится к западу от Пуэрто-Рико и от острова Вирджиния, который, к сожалению, находится в зоне прямой видимости восточного побережья Америки. И возле Пуэрто-Рико он вызовет цунами, высотой около 300 метров. Этот удар астероида будет иметь три элемента. Шоковая волна, землетрясение в 12 баллов, которое может стать величайшим землетрясением, когда-либо зарегистрированным в истории. И придет цунами высотой в 300 метров. И в тот момент, когда он ударит по берегу Соединенных Штатов, одни предвидят его высотой в 61 метр, другие в 90 метров, а третий говорят, что он будет 120 метров в высоту. Но огромнейший цунами ударит по восточному побережью. Одни говорят, что оно пойдет на 30-40 километров вглубь страны, другие говорят, что оно пойдет на 160 километров от границы. Также мы думаем, что это вызовет землетрясение, которое поднимется вверх по долине Миссисипи, до пяти великих озер, и разделит Америку надвое. И в то же время большие куски Калифорнии упадут в океан. Упадет висячий мост над золотыми воротами. Это будет масштабным, и так сильно повлияет на 10 штатов, что им придется перерисовывать границы на карте. И оно даже коснется Израиля. И лично я ожидаю, что именно это вызовет приток нефти в Израиле. Другими словами, это крушение Америки, точнее, его начало. Начало краха Америки станет началом возвышения Израиля. Итак, под пунктом 1. Я его отметил зеленым. Так я отмечаю, что он первый. Итак, мы считаем, это первый человек, которому был показан падающий на Землю метеорит. Он сообщил об этом в НАСА, и они использовали самый большой в мире радиотелескоп на острове Пуэрто-Рико, чтобы найти его. И нам кажется, они его нашли. На основании некоторых фактов я вам это докажу. Я думаю, мы можем уверенно об этом сказать. А потом на канале Discovery показали фотографию этого камня. И он сказал, что это тот же самый камень, который он видел в видении. И он говорит, что НАСА бросает все свое время, деньги и силы на подготовку к удару этого астероида. И он сказал, что это было причиной, по которой они остановили программы космических исследований, чтобы бросить все время, деньги, силы и ресурсы на подготовку к обрушению астероида. И сегодня утром я покажу вам, что шесть человек, не один, но шесть человек видели, как большой метеорит упал рядом с Пуэрто-Рико. Четыре человека видели, что цунами ударит по восточному побережью Америки. Шесть человек видели, что Америка разделится надвое. Три человека видели, как большие обломки Калифорнии провалятся в океан. Подумайте об этом. Ведь многие люди видели землетрясение, которое придет на Калифорнию. Разве не так? Это было много людей за все эти годы. Три человека увидели, что причина, по которой произойдет этот раздел, это что Америка разделит Израиль. Хорошо, давайте теперь это рассмотрим. Что же Бог показал другим людям? Вирджиния Болдея, дочь Думитру Дудумана, румынского пастора, контрабандой провозившего Библию в Румынию и Россию в течение 30 лет, сосланного в Америку, где он предупреждал о том, что Россия нанесет поражение Америке за один день. 25 мая 1997 года она получила видение. Она сказала, я лежала в кровати и слушала пророчества, полученные мной. И вдруг я начала видеть, хотя мои глаза были закрыты, как передо мной появилось облако рядом с садом. Оно оказалось очень близко к земле. Также я увидела человека, одетого в белое. Это был ангел. Он стоял в облаке. Он был немного выше обычного человека, и у него в руке была труба. В небе было несколько комет, и они казались тихими и спокойными. Вдруг все три. Обратите внимание на слово «три». Это важно. Все три кометы, каждая из них отличавшаяся по размеру, стали направляться к земле. Когда они упали на землю, произошло полное разрушение. Я взглянула наверх, небо почернело, и я увидела гром. Темное облако поднялось и начало изливать капли крови. Потом я увидела еще одного человека, стоящего на другом облаке. Он был очень высоким, одетым в белое, его руки были высокоподняты. Каждый раз, когда он шевелил руками, из-под его пальцев исходили шаровые молнии. Человек сказал, что это будет началом страданий, к которым я допущу прийти на землю. Подготовьтесь, станьте сильными, приближайтесь ко мне постом и молитвой. Обратите внимание на то, что ангел не сказал, начинайте бурить скважины в земле и запасаться пищей, запасами, водой, водными фильтрами и так далее. Не поймите неправильно, все это важно, но ангел сказал не об этом. Он сказал о подготовке, которую мы должны осуществить. Вот что мы об этом сегодня скажем. Перестаньте грешить, покайтесь, и обратитесь всем сердцем к Иисусу, чтобы Он мог вас спасти в день бедствия. Вот в чем вся суть. Итак, подведем итог тому, что она увидела. Она увидела, как три метеорита, или три кометы, упали на землю. Так она становится вторым человеком, видевшим метеорит, который упал на землю. Первый у нас уже был, она вторая. Это будет началом. Итак, что же нам нужно? Мы ищем что-то похожее на три, что-то наподобие тех комет в небе. Итак, 2 декабря 2013 года разведывательно-оперативный центр объявил о том, что эта комета распалась на части. Окей, значит ли это, что все маленькие осколки породы исчезли? Или же они испарились, превратившись в какой-то туман в космосе? Или же они до сих пор там, только это более мелкие частицы? Или может ли быть такое, что это и есть та комета, которая упадет на землю? Я, конечно, не знаю, я не эксперт в этом, но я считаю это очень интересным. Когда вы смотрите на фотографию кометы, что вы видите? Я вижу три огонька. Я вижу не два, не четыре, я вижу три огонька. Энн Петерсон, апрель 2001 года. Я вам сразу скажу, я не знаю, кто такая Энн Петерсон, я не знаю, является ли она пророком, но Библия говорит, что при устах двух или трех свидетелей будет верно всякое слово. Так же не сказано при устах двух или трех пророков, или двух или трех христиан, или двух или трех апостолов. Но сказано, что при устах двух или трех свидетелей. Поэтому мы должны считаться с этим, если говорится об одном и том же. Она сказала, я спросила у Бога, что ожидает США. Мне была показана Северная Америка на глобусе, и я увидела три огненных шара. Сколько? Три огненных шара, пронесшиеся через весь земно шаг. Один из них упал рядом с Мексиканским заливом, другой рядом с восточным побережьем Флориды, а третий упал в Атлантический океан. И вчера я спросил Эфрейна, сколько вы видели астероидов? Один, два или три? Он сказал, что видел только один. И видите, Библия говорит, тут немного, там немного. Я через секунду покажу вам стих. И он не дает информацию кому-то одному. Бог распространяет ее среди других. Поэтому пророческий клуб находится в уникальном положении, чтобы дать вам информацию, которую не сможет вам предоставить отдельный человек. Потому что мы приглашаем разных спикеров встать за эту кафедру, встать перед этими камерами и рассказать вам то, что Бог открыл им. Именно об этом я молюсь. Я не приглашаю сюда интеллектуалов, профессоров колледжа или профессоров семинарий или пасторов. Я хочу услышать от Бога. Об этом я и молюсь. Я молюсь о том, чтобы Бог послал нам людей, с которыми Он говорит. Какие-то из них апостолы, какие-то пророки, а кто-то просто христиане. Аминь. Вы верите, что Бог говорит с простыми христианами? Конечно, да. Хорошо. Итак, она увидела три огненных шара. Один из них упал рядом с Мексиканским заливом, другой рядом с восточным побережьем Флориды, а третий упал в Атлантический океан. Я увидела, что США уменьшились в размерах. А это что значит? Что они были залиты водой, верно? Флорида была смыта, так же, как большая часть восточного побережья и прибрежной зоны Мексиканского залива. Я спросила, будут ли люди об этом как-то предупреждены? Послушайте, я услышала, что это и есть предупреждение. Вы что думаете, что Бог выпустит стезью на первой странице в Нью-Йорк Таймс? Кому же Бог говорит? Своим пророкам. Амоса 3,7. Ибо Господь ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. И если кто-то не верит, что на этой земле сегодня есть пророки, то он не слышит Бога. Если он не верит, что Бог сегодня говорит, тогда он точно не слышит от Бога. Аминь? Так же, это говорит нам о том, что Бог ничего не будет делать, пока Он не предупредит нас. И проблема не в том, что Бог не говорит. Проблема в том, что мы не слушаем. Большинство американцев даже не хотят слышать Бога. Большинство христиан не хотят слышать. Бога выгоняют. О, не заставляйте меня об этом говорить. Бога выдворяют из большинства церквей. Давайте же пойдем дальше. Итак, Энн Петерсон. Это третий человек, который видел, что метеорит упадет на Землю. Хуан Карлос, 11-летний мальчик из Пуэрто-Рико. 9 июня 2010 года, во сне. Он говорит, что был ученым, пытавшимся остановить падение на Землю астероида, потому что люди знали, что идет астероид, но не знали, где именно он упадет. Во сне он не смог его остановить. Во сне перед ним лежала пустая географическая карта. Когда он взял карту, он увидел видение. Как в кино, карта начала показывать ему все. У него было две карты. На одной было изображено падение астероидов, на другой были изображены потопы. Сначала он увидел, как астероид упал на Северную Америку, рядом с Мексиканским заливом. Это уже три человека. Уже три человека видели его, рядом с Мексиканским заливом. Это был самый большой астероид, оказавший самое большое воздействие. Второй астероид ударил по льду рядом с Гренландией, при этом большая часть острова отломилась. Третий метеорит упал в воду, к востоку от Северной Америки. В конце сна он ощутил землетрясение из-за удара астероидов. Другими словами, это уже четвертый человек, который видел землетрясение и метеорит, упавший на Землю. В 1998 году я получил видеозапись. Я не знаю, что это было бы сегодня, но эта женщина рассказывала свидетельство о том, как была похищена. Хорошо. И я знаю, что некоторые люди были похищены, и у них действительно дырка в голове. Наверное, есть среди них шутники и психи, я понимаю это. Но когда 7 миллионов людей утверждают, что они были похищены, то согласитесь, что по крайней мере 2 или 3 из них говорят правду. Это правда. Что же они говорят? Они говорят, что когда их похищают, у женщин забирают яйцеклетки, а у мужчин сперму. В некоторых случаях те открывают им свои планы, что они сотрудничают с нациями, как сказала это существо. И это привлекло мое внимание. Он сказал, что он и еще некоторые другие сотрудничают с народами Земли, чтобы создать мировое правительство. Я сказал, подождите. Эта женщина не знала библейские пророчества. Она не знала о мировом правительстве. Большинство библейских пророков не знают, что будет мировое правительство. Интересно, как она могла это знать? Поэтому этот мужчина явно что-то знал. Во время той беседы он сказал, что будет создано мировое правительство. Он также сказал ей, что на Землю упадет большой метеорит рядом с Виргинскими островами. Если смотреть на запад от Виргинских островов, то там находится Пуэрто-Рико, а на западе от Пуэрто-Рико находится остров Моно. Большой метеорит упадет на Землю рядом с Виргинскими островами и вызовет большое разрушение. Итак, это пятый человек, который видел, что метеорит упал на Землю. Другой человек по имени Эмери Ривера. 14 мая восемьдесят восьмого года он утверждал что был похищен ему было сказано что рядом с поэта рико упадет метеорит и принесет большое разрушение что повлияет на весь мир ему также было сказано что будет создано мировое правительство и так у нас шестой человек говорит о том же самом а в этом видео если вы посмотрите вниз то увидите что у нас ютуба и предыстория его такова что в 2010 году эфрейн посылает письмо в нас о том что это будет правительство вдруг отвергают это называет его лжепророком начинает потихоньку готовиться к это огромные военные формирования которые они посылают пуэрто-рико эти грузовики наполнены похоронными мешочками посмотрите внимательно видите здесь около трех миллионов похоронных мешков в этих коробках верхнем левом углу по 10 мешков на коробку каждый из этих коробок по 10 похоронных мешков они послали 3 миллиона мешков для перевозки трупов вы думаете правительство посылает туда эти мешки чтобы убедиться что пророчество эфрейна ложное или же они посмотрели в небо и увидели что этот парень прав и теперь они просто до смерти напуганы очень напуганы посмотрите чтобы произошло если бы они выступили перед всем миром и объявили о том что это произойдет чтобы тогда произошло мир бы охватила паника и хаос и они знают об этом что же им делать объявить эфрейна же пророком и сказать что этого не будет а это коробки на грузовой машины наполненные гробами это пластиковые гробы и они намного лучше похоронных мешков потому что в один групп помещается целых три трупа таким образом можно много денег сэкономить на гробах а эти коробки наполнены четырьмя миллионами сухих пайков зачем они посылают это в пуэрто-рико если они ничего не знают в этой статье говорится поиски опасных астероидов продолжаются несмотря на государственное закрытие вы знаете что правительство приняло все меры чтобы все обсерватории проверки астероидов пересекающих орбиту земли были либо закрыты либо контролировались другими словами они закрыли рот тем людям которые могли бы увидеть приближение метеорита правительство опускает на землю наса на его 55 день рождения наблюдение астероида оффлайн 17 тысяч 400 работников уволены и это в то время когда обама по идее должен создавать рабочие места это понятно хорошо так что же включает в себя программу учреждения астероид watch учетная запись в твиттере известила участников о потенциально опасных астероидах и кометах движущихся к земле наса сделала заявление на твиттер канале в понедельник предупредив 1 миллион восемьсот пятьдесят тысяч своих участников за несколько часов до государственного закрытия другими словами они не позволяют нашими собственными глазами нашими собственными зрачками посмотреть наверх и узнать идет ли астероид или нет и так когда вы не хотите знать что он идет что вы делаете вы закройте все места где его можно увидеть а вот таблица которая показалась мне довольно интересный посмотрите в левый нижний угол здесь показано сколько околоземных объектов прошло рядом землей начиная с 1995 года вы что-то видите их количество значительно возрастает и один упадет на землю и так вот шесть человек которые сказали что метеорит или астероид упадет вот эти шесть человек эфрейн родригес вирджиния болдея энн петерсон женщина с видеозаписи и эмари ривера все они видели что метеорит упадет устами двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово с этой позиции мы можем сказать что бог предупредил нас я думаю мы можем сказать что мы должны признать что это правда в езекииле 33 6 здесь сказано ко мне но также то говорится и к вам здесь говорится если же страж что делает вас стражем кстати я думаю что если вы пришли на пророческий клуб больше одного раза если вы слушали радиопередачи два раза или три если вы поймали себя на том что читаете пророчество даниила или еще чьи-то пророчества то вы уже являетесь стражем итак если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу и народ не был предостережен то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь сей схвачен будет за грех свой но кровь еще от руки стража то есть если мы услышали мы должны это рассказать хорошо если услышали то должны рассказать кто-то молится а кто-то платит за это то есть может у вас не получается говорить когда помогите тому кто это может сделать вот о чем здесь говорится исайя 28 9 здесь сказано почему бог наберяет информацию кому-то одному а кого он хочет учить ведению другими словами с кем он будет говорить и кому бог доверить свою информацию и кого вразумлять проповедь отнятых от грудного молока отлученных от сестцов матери ибо все заповедь на заповедь заповедь на заповедь правило на правило на правило тут немного и там немного то есть он не приходит только к эфрейну и не дает ему всего эфрейну не было показано об атаках русских а димитру бог не показал метеорит вы понимаете о чем я говорю он дает небольшую картинку здесь другой кусок мозаики там а сегодня утром мы говорим подождите я что-то вижу мы пытаемся соединить вместе кусочки мозаики чтобы завершить картину того что происходит тут немного немного так что они пойдут и упадут на и разобьются и попадут в сеть и будут уловлены то есть бог говорит но он говорит зашифровано из-за того что он не веряет все кому-то одному они упадут навзнички разобьются и попадут в сеть и будут уловлены то есть хотя бог и говорил но если они не послушали многих пророков они все равно не получат ясной картины таков его шифр вот так он скрывает информацию и открывает ее только тем которые желают слушать пророков божий хорошо давайте поговорим о палестинском государстве или разделение израиля позвольте мне задать вам вопрос вы бы позволили точнее считали бы хорошей идеей следующие если бы мексиканцы потребовали изгнать всех американцев из страны чтобы им был отдан полный контроль над калифорнией невадой нью-мексико колорадо и техасом хорошая была бы эта идея отдали бы мы им полный контроль над восточной частью округа вашингтон включая белый дом и вдобавок к этому отпустили бы мы всех преступников в упомянутых штатах а еще к тому же разрешили бы мексиканцам сформировать свою постоянную армию в этих штатах а позволили бы мы мексиканцам или еще кому-то заезжать в страну и становиться ее гражданином как вы думаете это хорошая идея я вам скажу именно это пытается сделать израилем обама в этой статье сказано что нетаньяху хочет отдать 90 процентов иудеи и самареи послушайте здесь практически говорится о том же самом 2 июня 2014 года премьер-министр бениамени таньяху предложил отдать палестинским властям полный контроль над 90 процентами иудеи и самареи палестинские лидеры продолжают требовать как минимум 97 процентов территории в иудеи и самареи полный контроль над восточным иерусалимом включая храмовую гору предоставление свободы всем террористическим заключенным возможность вооружать палестинскую полицию внедрение так называемого права возврата то есть те кто захочет вернуться на эту территорию сможет абсолютно все и к тому же им придется выслать от 72 до 108 тысяч евреев из своей собственной страны в даниила 1139 сказано и устроил твердую крепость с чужим богом который признает его тем увеличит почести и даст власть над многими и землю раздаст награду и я не думаю что обама это антихрист кто-то так считает а я не но если он разделит израиль и по всей видимости он это и сделает то он исполнит это пророчество да или нет и если он исполнит это пророчество кем он тогда становится остын возможно здесь говорится не разделение израиля возможно он говорит о разделении земель всего мир надеюсь вы правы а это пастор шейн уоррен который выступал прямо здесь за этой кафедрой и он сказал что к нему был слышим и голос божий который сказал вы разделили мою землю теперь я разделю вашу и ему было показано что америка будет разделена от великих озер вплоть до мексиканского залива это самый первый человек от которого я слышал что америка будет разделена посередине захаре 12 2 сказано вот я сделаю иерусалим чашу иступления для всех окрестных народов а также для иуды во время осады иерусалима и будет в тот день сделаю иерусалим тяжелым камнем для всех племен все которые будут поднимать его надорвут себя а заберутся против него все народы земли послушайте все народы земли другими словами когда весь мир соберется против израиля а это произойдет у армагеддона они не победят его хорошо то есть иерусалим это тяжелый камень поэтому лучше с ним не связываться а что же делает обама он играет с огнем один из спикеров пророческого клуба дэн боулер выступил в ноябре 1997 года и выпустил дивиди под названием грядущий суд на америку в этой записи он говорит господь проговорил ко мне сказал то что ты услышал это движение плит земли в центральной части сша сначала будет явлена милость перед землетрясением суда когда это произойдет ты узнаешь что большое землетрясение которое ты предрек послушайте разделить страну прямо посередине это номер два землетрясение которое ты предрек разделить страну посередине если 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 они разделят иерусалим то произойдет именно так как я сказал тебе да он просто чокнутый какой-то странный сумасшедший чудак или же он на самом деле слышит от бога тимоти снудграсс я не знаю его но бог очевидно знает 20 ноября 2001 года он сказал что бог проговорил к нему сказал что он разделит америку по линии нью-мадридского разлом если сша разделят израиль то они сами будут расколот на двое я увидел видение что америка разорвется пополам подобно зависит с востока на запад и дух святой проговорил ко мне что если америка захочет разделить иерусалим пополам она сама будет разделена пополам это еще один человек он продолжает также видел большое землетрясение прошедший по нью-мадридскому разлом который буквально разделила америку пополам с востока на запад образовав новый залив проходивший от великих озер на севере до мексиканского залива на юге я увидел еще одно видение огромного землетрясения в 9 баллов с эпицентром на западном побережье сша и так у нас уже есть три человека которые видели раскол америки на двое также мне прислали видео с ютуба один из членов общины и там говорится точнее там он говорит что он видел видение в котором ангел показал ему что сша повернуться против израиля и заставит израиль разделить иерусалим то есть отдать палестинцам государства он увидел карту соединенных штатов и ангела с длинным мечом ударившего по центру карты который сказал вы разделили мою землю теперь я разделю вашу это четвертый человек и он утверждает что видел это и это довольно широкий разлом вон там в центре все будет сплошная вода я не думаю что будет настолько плохо но именно это ему было показано затем пророчится если раньше у нас была большая карта в нашей церкви приклеенная вон там карта соединенных штатов а вон там карта мира однажды утром она молилась за эту карту и вдруг начала видеть видение бог показал что великие озера разверзнулся вплоть до города тупила миссисипи и она не была уверена но она сказала что она может дойти до мексиканского залива итак это уже пятый человек элэйн дюрген 22 октября 1976 года элэйн ушла из жизни ровно на час и вышла из тела так же как и некоторые из других спикеров нашего пророческого клуба когда ангел показал мне широкую панораму страны и полилась вода сначала мне показалось что я увидел две страны ко мне сразу же пришло понимание что я смотрю на очень измененную часть северной америки которая была полностью разделена огромной массой воды и утратила большую часть западной и восточных береговых линий мне было сказано что это может произойти а может и не произойти это зависит от нашего выбора и мы знаем в чем состоит наш выбор вот в чем проблема будет ли разделен израиль я покажу вам стих далее она говорит территория заполненной водой в центре соединенных штатах была огромная она охватила настолько обширную территорию что не было великих озер таких как я знал раньше но все они слились в одно большое море растер шийся на северо-восток и выходившие в океан континентальное море также простиралась к югу заполнив долины рек миссисипи и миссури и на много-много миль растянув реку миссисипи там где она впадает мексиканский залив это море было таким огромным что я поняла что через него невозможно перекинуть мост и что по сути сша стали двумя отдельными континентами и так это же стой человек который увидел раскол америки достаточно ли у нас фактов чтобы заявить что бог говорит я думаю да шесть человек говорят что соединенные штаты будут разделены шейн уоррен дэн болер тимати снотграсс лесли джонсон а также они видели что это будет связано с разделением израиля также августа перес и элайн дюрген далее поговорим об арафате в больнице 15 апреля 2002 года моей жене пророчицы лесли джонсон приснился сон в нем ей было показано шесть событий что арафат попадет больницу и умрет это было довольно большое пророчество и она была озвучена потому что когда арафата даже не выпускали из его огороженной территории поэтому мы говорили об этом на радио выставляли в интернет отправляли его тем кто поддерживает нас и это было что-то особенное и все же через два года 11 ноября 2004 года он умер в больнице вторая часть это что израильтяне отдадут палестинцам государства это будет временной мерой чтобы позволить израильтянам укрепить свою собственную армию а затем в израиле будет открыта не скажите мне зачем богу говорит с лесли джонсон о нефти в израиле только один человек знает об этом один хорошо сейчас мы вас послушаем нефть заставить евреев сражаться за свою землю а израиль и америка пойдут против большей части арабского мира это произошло 22 января 2006 года бог проговорил эти слышимые заголовки и они приведены не в том порядке в котором они были даны но это порядок которым я верю они будут исполняться я думаю вот что будет происходить период амира знаменуется становлением государства палестины и это будут заголовки газет я предполагаю что это будут иерусалимские газеты но где-то они точно появятся в каких-то газетах и так период амира знаменуется становлением государства палестины америка под ударом катастрофы америка сейчас тяжелейшем положении израиль отказывает в помощи америки израиль атакова америка посылает войска каус поднимается из-за отказа америки помочь израиль это начнется с международной революции а потом она услышала как я цитирую слова ангела который являлся димитру дудуману крах америки начнется с революции внутри страны которую начнут коммунисты какие-то люди восстанут против правительства и она займется внутренними проблемами затем со стороны океана россия куба никарагуа центральная америка мексика и еще две страны атакуют и нанесут поражение америки за один день и за один час великие богатства превратятся в ничто сейчас я вернусь и продолжу говорить об этих заголовках я просто хотел вкратце перечислить их сначала теперь давайте поговорим о цунами эфрейну было показано что когда упадет метеорит он вызовет цунами высотой в 300 метров поэрто-рико а пророчице лесли было показано следующее 4 мая 2006 года мне приснилось что я вижу цунами которые движутся к берегам америки я услышала в духе что его высота 20 этажей я сказала что вижу огромную цунами он спросил насколько огромная я снова сказал что она высотой 20 этажей ты сказал лесли а может 20 футов цунами которая ударила по индонезии 26 декабря 2004 года было только 10 метров и убила 160 тысяч человек я сказала нет она высотой 20 этажей а этаж это 10 футов что означает что это цунами будет высотой 61 метр и она может прийти больше на север страны одни видели что она будет 300 метров и фрейн сказал что 400 ну что пытается сказать бог так это то что она будет большим и неважно будет она 200 300 или 400 метров она будет огромным и это произойдет и так это первый человек который видел цунами ударившие по восточному побережью апостол августа перес также говорил за этой кафедрой и он сказал что ему было показано что цунами придет на восточное побережье америки и распространиться на 30-40 километров вглубь страны а вчера и фрейн сказал что он упадет более чем на 160 километров вглубь страны она разрушит все и вся и так уже второй человек говорит о цунами дальше августа сказал что я видел что цунами обрушилась на побережье штатов вирджиния и мэри он сказал что что-то образовало гигантскую дыру в океане у побережья вирджинии и мэри лэнда вызвавшую массивное цунами на восточном побережье он говорит что видел цунами но также он говорит что это было вызвано дополнительным метеоритом ведь было уже сказано что комета и сон разделилась на три части вирджиния болды я сказала что она видела сколько 3 и уже два человека сказали что они видели три упавших метеорита они один а может быть фрейн был показан один из трех и то что произойдет всем разрушением но может ли быть такое что упадут еще два метеорита а что если это и будет разделившиеся на части комета и сон как они говорят ведь она же не просто взяла и исчезла эти куски еще где-то летают до сих пор далее он сказал что чикаго был разрушен и это он видел 9 февраля 2005 года я видел видение что я был в самом чикаго когда почувствовал огромное землетрясение люди были в панике от того что происходило а потом я услышал на фоне этого ночной чикаго погиб он сказал что дважды видел это введение толкование этого что в чикаго произойдет террористическая атака землетрясение или сразу и то и другое это вызовет большое разрушение я был на втором этаже и смотрел на пляж восточного побережья как вдруг вода быстро начала отступать в море обнажая сушу это шел цунами я крикнул предупредив людей что у них есть 20 минут на то чтобы выбежать но никто мне не поверил они продолжали хорошо проводить время на пляже я вернулся к себе в комнату и вдруг я увидел лодки всех размеров катамараны и цветные яхты которые заплывали сотнями люди были напуганы и выпрыгивали из своих лодок бежали к берегу с видом паники и ужаса на лице издалека я увидел гигантский цунами надвигавшийся к берегу а эта фотография того цунами который обрушился на банда очах и кто-то сказал что тех троих людей так и не нашли тех которые там стоят и многим людям которые там стоят бог говорит о последних временах они стоят там смотрят но не понимают того что видят я подумал боже это так пророчески и так плачевно они должны были знать боб ньюман говорит что главная причина того что произойдет и разрушить флориду и все восточное побережье это приливные волны вызванные несколькими большими астероидами которые обрушатся на атлантический океан и мексиканский залив это три человека джон джонстон еще один видел это мне снилось что я стою на дощетном помосте на пляже вирджиния и вижу большую черную стену огромный цунами направляющийся к берегу она была приблизительно 90 метров высотой 2008 году я увидел группу людей на мостках пляже вирджиния помазывающих его изгороди перила и леем они сказали что делают это потому что видели сны что на вирджинию бич обрушится огромнейшая волна это 4 так у нас четверо людей предсказывающих что цунами обрушится на восточное побережье эфрейн родригос лесли джонсон августа перес джон джонстон землетрясение кто здесь видел что-то про землетрясение в иоэля 3 1 сказано ибо вот в те дни и в то самое время когда я возвращу плен видите слово плен она не означает тюрьму или заключение это означает что я верну нацию в состоянии славы и процветания я верну богат я соберу все народы и приведу их долину иосафата иосафат означает то есть здесь сказано бармагеддоне приведу их в армагеддон и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое израиля которые они рассеяли между народами и посмотрите дальше это важно землю мою разделили и так будет ли разделен израиль до упадет ли метеорит на америку разделится ли америка да и да майкл был де а его младший процесс это два человека еще один испытанный пророк из румынии 3 февраля 2006 года каждый из них видел один и тот же сон в одну и ту же ночь о том что в калифорнии произойдет землетрясение оно будет самым большим в этом поколении упадет мост золотые ворота большие обломки калифорнии упадут в океан и оно будет таким огромным что повлияет на 10 штатов так что придется перечертить линии на карте и так три человека говорит что большие обломки калифорнии упадут в океан и так встает вопрос что если америка заставит израиль отдать государство палестинцы а можем ли мы потом читать газета что период амера знаменуется становлением палестинского государства линдзи вильямс был капелланом на транс аляскинской магистрали в начале 70-х годов и подружился со многими людьми из правящего класса они сказали ему что считают себя джентльмен им кажется нечестным оставлять общественность неведении своих планов поэтому они используют новости и фильмы для того чтобы дать так называемое честное предупреждение и так кто был хитрее всех зверей а мы ожидаем что мировая элита выйдет на телевидение и скажет что нас ожидает падение метеорита нет такого не будет они сделают это скрытно потому что это метод зверя сделать это очень незаметно это дает им почувствовать себя уполномоченными наблюдать беспомощность своих жертв их неспособность предотвратить свою гибель даже после честного предупреждения и так давали ли нам правящий мир из его честное предупреждение о падении метеорита вы думаете я скажу да нас предупреждали мы хотим чтобы президент вышел на национальное телевидение и я уже говорил об этом в мае 2001 года за четыре месяца до 11 сентября карикатура на секретные материалы в котором большой лайнер похищают и контролирует земли самолет летит торговый центр вам это ничего не напоминает но в последний момент пилоты заново обретают контроль над лайнером предотвращая катастрофу это было наше предупреждение 5 июня 2005 года компания fx network выпустила в эфир нефтяной шторм со следующим сюжетом ураган джули обрушивается на новый орлеан штат луизиана убивает тысячи людей он сильнее чем шторм категории 5 разрушает главный трубопровод цена бензина поднимается более чем три доллара за галлон через три месяца 29 августа катрина обрушивается на новый орлеан нефть обретает цену 3 доллара за голову разве это не было предупреждением хорошо если они предупредили нас об 11 сентября и предупредили нас о катрине что можно сказать насчет метеорита нас предупреждали о том что упадет метеорит как вы думаете столкновение с бездна 8 мая 1998 года это важная дата если уничтожить комету которая столкнется землей выживут только те кто будет допущен в убежище тоже выживет и кстати главным актером был морган фриман сыгравший черного президента вы видите и невозможно будет сообщить населению потому что большая часть его впадет в панику мировая элита готовит подземные бункеры для выживания в октябре 2005 года стивену долинзу была показана картина мировых событий когда господь показал ему что карточная игра членов тайного общества предвозвестила многие события прошлого и будущего он выпустил очень популярный 9 иллюминаты игра или проект мирового господства сегодня существует много веб-сайтов посвященных лишь картам иллюминатов говорят ли карты иллюминатов о метеорите о цунами в начале 90-х годов секретная служба попыталась остановить распространение колоды карт под названием иллюминаты новый мировой порядок на одной из карт явно изображен самолет врезающийся в торговый центр на другой взрыв пентагоне стивен говорит что они очевидно содержат и другие вещи о будущем вы поверите что на одной из них изображено падение метеорита и цунами через два месяца после столкновения с бездной вышел вот этот фильм второй фильм устами двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово они говорят ведь они выпустили целых два фильма на эту тему после того как было обнаружено что астероид размером со штат техас упадет на землю меньше чем через месяц наса вербует команду буровиков чтобы те поднялись на астероид пробурили поместили туда ядерное оружие взорвали его и спасли землю но суть в том что есть два фильма падение метеорита и опять устами двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово а другие люди видели раскол америки я хочу обратить ваше внимание на три вещи в каждой из этих карт слева от себя вы видите обвал больших кусков калифорнии в океан в центре страны вы видите что она расколота надвое на восточном побережье вы видите что линия восточного побережья практически разрушены заметьте что на этой карте то же самое это уже видел другой человек номер два а это выделенное желтым то что как сказала лесли она увидела в своем видении я надеюсь что произойдет именно это они другое итак номер три вот что видел еще один человек посмотрите на калифорнию реку миссисипи и восточное побережье 4 якова 219 сказано что без это же веруют и трепещут понимаете ведь без знаю что иисус господь просто он не господь но они-то знаю посмотрите на это калифорния долина реки миссисипи вот еще одна карта калифорния центр страны восточное побережье 6 Калифорния, центр страны, восточное побережье 7 Калифорния, центр страны, восточное побережье 8 Калифорния, центр страны, восточное побережье Это 9 Калифорния, центр страны, восточное побережье 10 Калифорния, центр страны Вы видите? 11 А вот что видел еще один человек 12 А это известная карта военного флота Джон Мур рассказывает, что он находился в комнате. И зашел один из представителей элиты морского флота и сказал, ничего не записывать и не обсуждать за пределами этой комнаты. Они достали карту и сказали, вот как будет выглядеть Америка. Итак, откуда они это знают? И мы можем говорить о том, что эти люди заявляют, что они могут астрально проектировать вещи. Лично я думаю, что у них есть машины, путешествующие во времени. Но кто-то однозначно что-то знает. И это уже 13 человек. 13 человек, говорящих одно и то же. Верно, друзья? Хорошо? Окей. Это видела Лесли. И я надеюсь, что ущерб в центре страны будет выглядеть именно так. Итак, о чем мы говорим? Мы говорим о метеорите. О большом метеорите, который приземлится именно в том месте. Надписи на карте «Моно, Пуэрто-Рико, Виргинские острова». И где же это место? Справа на экране вы видите Виргинские острова. В центре – Пуэрто-Рико. Затем слева – остров Моно. И здесь, по его словам, упадет метеорит. Хорошо. Итак, когда метеорит упадет, и здесь фотография немного побольше, то вот, что, как мы полагаем, произойдет. Прежде всего, когда он туда упадет, мы увидим, как цунами обрушится и пойдет по линии восточного побережья. И, возможно, оно пойдет на целых 150 километров вглубь страны. Также оно достигнет разлома, оставшегося после землетрясения, который будет проходить через всю долину Миссисипи до Великих озер, и, возможно, разделит их надвое, вплоть до самой Мексики. Затем в океан упадут большие куски Калифорнии. Когда же это произойдет? И я бы хотел сказать, что Бог послал своего ангела, чтобы сказать, в который день и месяц и час это произойдет. Но он этого не делал. Итак, когда же это произойдет? Октябрь 1991 года. Президент Буш высказал идею о том, что Израиль должен поплатиться своей землей ради мира. Территориальный компромисс необходим для мира. 31 октября. Совершенный шторм. Прошелся на полторы тысячи километров в неправильном направлении. Знаете, ведь обычно ветра дуют в одну и ту же сторону, но тут было все по-другому. Обычно шторма дует с запада на восток, а этот шторм дул с востока на запад и обрушился на Новую Англию, особенно задев личный дом президента. На следующий день появились статьи в газетах под названием «Мирные переговоры наедине приводят к тому, что на той же странице на восточное побережье обрушивается редкий шторм, и люди думают, что Бога нет». Им кажется, что Он не говорит. 24 августа 1992 года на мирной конференции в Мадриде начали обсуждать проблему палестинского самоуправления на территории, оккупированной Израилем, чтобы разделить израильскую землю. 24 августа 1992 года Эндрю, ураган пятой категории, обрушился на Южную Флориду. Через несколько дней он пришел в Луизиану. Это самое худшее природное бедствие, когда-либо приходившее на Америку раньше. 180 тысяч американцев остались без крова. 30 миллионов долларов ущерба. Почему? Потому что они всего лишь поговорили о том, чтобы разделить Израиль. Заголовки в Нью-Йорк Таймс 26 августа на той же странице. Выигрыш Буша на съезде почти аннулируется в результате последнего подсчета голосов. Израиль предлагает план, чтобы арабы могли править на оккупированных территориях. Тысячи бездомных во Флориде. Иными словами, если вы сгоняете мой народ с его земли, я выгоню ваш народ из вашей земли. И некоторые, кто говорит, «О, да ведь мы же являемся новым Израилем». Извините. Бог говорит совсем не это. 1 сентября 1993 года. Заголовки в той же Нью-Йорк Таймс, на той же первой странице. «Израиль и Организация освобождения Палестины готовятся объявить признание совместного владения. Ураган обрушивается на внешние отмели. Тысячи ищут убежище внутри страны. 16 января 1994 года. Встреча и обсуждение присвоения Сирии и голландских высот. 17 января землетрясение амплитудой 6,8 баллов ударяет по территории Лос-Анджелеса. Вторая по масштабу природная катастрофа. 9 августа 2001 года террорист-смертник убивает 19 человек в Иерусалиме. Через 32 дня происходит катастрофа 11 сентября. Вы все это можете прочитать в подробностях. Я даже пропущу некоторые из них. Итак, когда же упадет метеорит? Тогда ли, когда они напишут на бумаге чернилами, что Израиль разделится? Может быть и так. Но я надеюсь, это произойдет после того, как последний еврей покинет территорию. Другими словами, я надеюсь, что Бог будет долготерпелив и даст нам как можно больше времени. Израиль отмечал день своей независимости. 19 апреля 2010 года Обама объявил, что США больше не будут автоматически выделять средства Израилю на вопросы самообороны. На следующий же день взрыв оборудования нефтяной платформы глубоководный горизонт, вызванный неконтролируемым выбросом, и то, что должно было стать для Америки благословением, стало для нее проклятием. И вы видите в правом нижнем углу одну из карт иллюминатов, где сказано разлив нефти. Глубоководный горизонт потонул, скважина била фонтаном приблизительно еще 100 дней и вызвала всевозможные разрушения в том районе. Это должно было быть нашим благословением. И говорят, что одна скважина обеспечивала половину Соединенных Штатов бензином и, наверное, снижала наши цены на бензин. Но из-за того, что мы посягнули на Божью зеницу ока, это благословение было отнято у нас и обращено в проклятие. Разлив нефти продолжался еще 85 дней. Авдий 1.15 Там говорится, «Ибо близок день Господень. Как ты поступал с Израилем, так поступлено будет и с тобой». В заголовке газет перед падением Америки Джон Кэрри поставил цель установить палестинское государство до 29 апреля 2014 года. Вы слышите? Другими словами, сейчас. Пока мы здесь, Кэрри находится в Израиле и оказывает давление на Нетаньяху, пытаясь заставить его отдать палестинцам государство. И он говорит, что его цель – осуществить это до 29 апреля. И я не думаю, что метеорит упадет в этом году или в следующем году. И я могу вам дать еще несколько хороших предположений. И за доллар, или в эти дни за 5 долларов вы можете купить мне за эту чашечку кофе. Когда-то он стоил 25 центов, но только не сейчас. Итак, может ли Бог послать метеорит на следующий день? После того, как мы разделим Израиль. То есть, если метеорит придет, чтобы разделить Америку, сколько еще пройдет времени после того, как мы разделим Израиль, перед тем, как упадет метеорит? Хотите знать, когда упадет метеорит? Наблюдайте. Наблюдайте за Израилем. Когда мы разделим Израиль, вы слышите меня? Когда мы разделим Израиль, вам это понятно? У нас был такой заголовок. Итак, когда мы разделим Израиль, метеорит вызовет цунами, раскол Америки и падение Моста Золотые Ворота. Могут ли заголовки звучать так «Америка под ударом катастрофы»? Конечно, могут. А это график, сделанный в НАСА, показывающий орбиты 1400 известных астероидов. Они летают сейчас над нами. И причина, почему астероид до сих пор не ударил по нам, это, конечно же, Бог. Обрушение одного из них в правильное место и в правильное время по его воле, это вообще не вопрос. Он поставил звезды своим перстом и назвал их по имени. «Небеса — его престол, а земля — подножие ног его». И мы еще думаем, может ли он послать астероид? Может ли следующий заголовок гласить «Америка сейчас в тяжелейшем положении»? Будет ли разумным со стороны Америки просить помощи у Израиля? И откажет ли ей Израиль? Почему же Израиль откажется помочь Америке? Да потому что мы разделим их землю. Израиль откажется помочь Америке. А что, если арабы в этом увидят возможность? Что, если они потом повернутся и скажут «Эй, Америка расколота! Там столько разрушений!» Они увидят в этом возможность. И может ли заголовок быть таким? «Израиль атакован!» Америка посылает войска. Так как многие американцы не читали «Благословляющих тебя и благословлю, проклинающие тебя будут прокляты», может ли следующий заголовок гласить следующее? «Хаос поднимается из-за протеста американцев помочь Израилю». Будет ли Бог рассматривать это как обращение Америки против Израиля и уничтожит ли он ее? А это означает, что следующий заголовок может быть таким. «Крах Америки начнется с внутренней революции». То есть, разделение Израиля вызовет разделение Америки, а разделение Америки будет вызвано метеоритом. А эти 49 стихов говорят о нефти в Израиле. Но я это пропущу. Вот что я скажу. То, что сказано в этих стихах, может быть подытожено следующим образом. «В последние дни я отдам скрытые сокровища сырой нефти, высосанные глубоко из-под породы земли. Все народы задрожат от страха, когда богатство, обещанное Моисею, будет возвращено. Я построю незаселенные города, сделав Израилю славою среди земель и верну его в прежнее состояние изобилия». И вот в чем мой вопрос. Может ли землетрясение, которое уничтожит большую часть Америки, в то же время открыть нефть в Израиле? Я еще буду рассказывать свой сон, но, по сути, в этом сне я вскочил на камень, указал на землю и сказал, «Сейчас оттуда выйдет нефть». Или что там я сказал? «Сейчас оттуда польется нефть». Я ощутил грохот снизу под землей. И тут же нефть начала литься из других, очевидно, ранее высушенных скважин. А что, если падение метеорита будет началом падения Америки, подъема Израиля и высвободит нефть в Израиле? И это нефть профинансирует подъем и победу Израиля в Третьей мировой войне. Может ли падение метеорита вызвать обрушение 60-метрового цунами на восточной побережье Америки, раскол Америки на две части, обвал больших кусков Калифорнии в океан, начало гибели Америки? Причина? Наблюдайте. «Когда Америка расколет Израиль, Бог заставит метеорит расколоть нас». Димитру Дудуман, «Крах Америки наступит с началом внутренней революции». Эфрейн Родригес может сказать, он еще этого не говорил, что гибель Америки начнется с падения метеорита. Но если мы сопоставим все части мозаики вместе, мы получим то, что крах Америки начнется с разделения Америки и Израиля. Хорошо? Итак, самое главное, о чем мы должны молиться, это чтобы Америка не разделяла Израиль. Но Стэн, это уже скоро произойдет. Хорошо, это может скоро и произойдет, но я не хочу этого видеть, пока я здесь живу. Правильно? Мы должны молиться о том, чтобы Бог отложил это. Сроки. Я не устанавливаю сроков. Я думаю, что крах Америки наступит ближе к 2020 году, или после него. Опять же, я лишь даю вам некоторые части. Я не говорю, что это произойдет в 2020 году. Поэтому я считаю, что у нас больше времени, но это может произойти очень скоро. Я думаю, что это будет возмездием Америки за разделение Израиля. Поэтому следите за тем, как мы обращаемся с Израилем. Я думаю, что эти события предшествуют тысячелетнему царству. Период Амера знаменуется провозглашением палестинского государства. Метеорит падает на Пуэрто-Рико. Америку настигает катастрофа. Нефть обнаружена в Израиле. Америка переживает величайшее время нужды. Израиль отказывается помочь Америке. Арабы атакуют Израиль. Начинается Третья мировая война. США отправляют войска. Начинается революция. Россия совершает нападение на Америку и наносит ей поражение за один час. Заканчивается Третья мировая война. Подписан мирный договор в Париже. Формируется новый мировой порядок. Начинается семилетний период Великой Скорби. Армагеддонская битва. Возвращение Иисуса. Опять же, я думаю, что это будет приблизительно в 2020 году. Но это мое мнение о сроках. Они разделят Израиль. Но давайте молиться, чтобы это произошло позже. Итак, давайте подытожим сказанное. Три человека видели, как большой метеорит ударит рядом с Пуэрто-Рико. Четверо говорят, что цунами обрушится на восточное побережье США. Шесть человек говорят, что Америка разделится на две части. Трое говорят, что большие обломки Калифорнии упадут в океан. И трое говорят, что Америка разделится, потому что она разделит Израиль. Если вы не приняли Иисуса в свое сердце, позвольте, я предложу вам сесть или даже встать на колени и заключить с Богом договор. Однажды это сделал я. Я сказал, Господь, я жил своей жизнью так, как хотел, и ничего хорошего из этого не вышло. Но если ты простишь меня и дашь мне еще один шанс, с этого дня я буду читать твою книгу, исследовать твои книги. Я буду жить для тебя. Каждый из нас должен это сделать. Сделайте это. И мы встретимся с вами на небе. Бог да благословит вас. Сессия вопросов и ответов с пророком Эфрейном Родригесом. Я не понимаю обещания, которые дал Бог, когда Он поставил радугу, что Он больше не потопит землю, но что нас поглотит огонь. Этот завет не был нарушен в Японии и в Индонезии. У них были цунами и очень большие цунами. И в Чили. Он использовал море и землетрясение. Но Бог не нарушал завета с Ноем. Завет с Ноем говорит о том, что он не уничтожит землю полностью. И земля не была полностью уничтожена водой. Следующий вопрос. Какого размера этот астероид? Я разговаривал с учеными в Пуэрто-Рико. Он очень большой. И из-за того, что он очень большой, Наса этого очень боится. Они определяют его приблизительно 8 километров шириной. Но хотя он и очень большой, он находится под контролем Иеговы. Все, что он захочет разрушить, разрушится, а что не захочет разрушить, то не разрушится. И у них есть этот страх. Некоторые видели, что упал не один, а три метеорита. А вам сколько было показано? Один, два или три? Я видел только один. Только один, хорошо. Если Обама использует астероид, чтобы ввести военное положение, означает ли это, что астероид упадет на нас до конца второго срока президентства? Военное положение. На данный момент НАСА докладывает, что это может произойти в любое время. Поэтому у президента абсолютная власть, сделает то, что он посчитает нужным. Ни одному президенту в этой нации не было дано столько полномочий. И они привязаны к той информации, которая только в его распоряжении. Позвольте я кое-что добавлю. Вы понимаете, что если возникнет предупреждение об опасности, на самом деле оно им даже не нужно. Если он объявит военное положение, это прекратит действие Конституции на период до пяти лет. Он уже пробыл четыре года, и возможно пробудет еще четыре, и он может добавить еще пять лет. И мы знаем, что метеорит непременно упадет. Потому что в Иоилле о третьей главе сказано, что Земля разделится. Метеорит упадет, и он уже сказал об этом. Однако, может ли это быть отложено? Может ли вред, нанесенный метеоритом, уменьшится в результате покаяния и молитвы? Условия для этого уже были исполнены, поэтому ничего не изменится. Некоторые люди покупают себе дорогие подземные бункеры. Должны ли христиане оставаться там, где они есть, если Господь не скажет им куда-то переезжать? Церковь должна спрашивать Господа, и Он скажет им, что делать. Потому что миллионы людей живут на побережье. И совет, который я вам дам, это то, что не важно, сколько у вас духовного содержания. Бог ответит вам, если вы помолитесь от всего сердца, нужно ли вам переезжать или нет. И защита будет в нем, а не в бункере. Также должны ли мы собирать пищу, воду, запасы, материалы и тому подобное? Да. Это часть послания. Хотя послание на данный момент рассматривается только в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях. Соберите так много, как только можете, но прежде всего духовно. Сберегите себя в Господе. Вы можете завалить свой дом едой, но если в вашем сердце что-то неправильно, продовольствие будет в порядке, а вы нет. Обама только что объявил новую национальную коммунистическую программу здравоохранения. Должны ли мы подписываться на эту программу? Я бы не стал этого делать. Я бы не стал. Потому что здесь, хотя вам кажется, что это очень просто, есть много информации, которая будет в ключевом месте. Знак зверя будет здесь и здесь. Но информация, которую он поместит туда, также является частью этого. Поэтому мы должны начать искать Духа Святого для нашего исцеления. Когда произойдет это событие? Может быть, с такого по такой-то год? Есть ли какие-то знаки того, что это приближается? В послании, которое Бог дал мне, говорилось о том, что произойдут два события, и Пуэрто-Рико будет центром событий. А затем суд переместится в США и на весь остальной континент, и будет еще одно землетрясение в Пуэрто-Рико. Хорошо. Когда Земля прекратит вращаться вокруг оси, это будет происходить медленно, а не быстро. Поэтому Земля поколеблется перед тем, как ей остановиться, и будет ли она колебаться, когда она закрутится снова? Она начнет колебаться в течение трех дней. В конце этих трех дней я напоминаю вам, что когда Иисус Навин был на войне, Он просил Господа остановить солнце и луну, но у Него был только один час, чтобы выиграть войну. И Бог тут же остановил их, и ничего не произошло. Ему нужно было остановить землю. Точнее, Ему нужно было остановить солнце, а не землю. Но Бог остановил именно землю, и ничего не произошло. В любом случае, что бы Бог не повредил, Он это отремонтирует. Ведь Он же Бог. У многих христиан нет паспортов, чтобы уехать из Соединенных Штатов, потому что теперь ставятся чипы на некоторые новые паспорта. Вы рекомендуете людям получать паспорта, хотя на них есть чипы, чтобы уехать из Соединенных Штатов? Да, и как можно скорее. Как можно быстрее получить свой паспорт. Хорошо. Вы сказали, что зимой это будет хуже, поэтому этого не произойдет до зимы? Я сказал зимой, потому что... Я скажу вам, о чем говорит НАСА. НАСА дало часы и расписание, где разница между 12 часами по полудню ударного воздействия в Пуэрто-Рико будет равняться часу до полудня в США, что значит, что это будет зимнее время, потому что между ними только час разницы. мне уже задавали этот вопрос несколько раз. Похоже, вы уже упоминали его тоже, но я спрошу еще раз. Вы знаете, когда это произойдет? В любой момент. Почему в Пуэрто-Рико были введены войска? Почему в Пуэрто-Рико были введены войска? Наши войска не знают почему, но предположительно, это специализированные отряды в ракетном вооружении, в чрезвычайных обстоятельствах, они специализированы в управлении хронологическим метанием, вооружении, баллистике, эпидемиологии. Кажется, этому человеку требуется разъяснение. Вы сказали, что придет эпидемия, когда лекарства уже не будут помогать. Эпидемия будет происходить по причине смертей от трех темных дней. Из-за трупов это будет происходить по всему континенту. Значит, это будет не из-за тьмы, а из-за трупов. Из-за трупов, которые будут разлагаться в воде, из-за вирусных болезней, которые будут распространяться в воде и на земле, и в воде. Значит, они будут появляться и в воздухе, и в воде. Да, сочетание трупов, мух и всего остального будет повсюду. Дойдет ли эпидемия до северной границы Соединенных Штатов? Доберется ли она до Канады? Да, Канада тоже примет суды. Будет ли задет тектонический разлом в Техасе? Как все это повлияет на Техас? Все будет одинаковым. Все и в Южной Америке, и на территории Карибских островов. Будет свыше 50 показателей смертей. Они оценивают, что будет приблизительно 40-50 тысяч смертей. 40 или 50 тысяч миллионов смертей. Это был последний вопрос. Давайте поблагодарим его. Бог доблагословит вас. Наше служение нуждается в постоянной финансовой помощи. Спасибо всем, кто уже начал поддерживать нас. Для оказания помощи свяжитесь с нами по адресу maria07.85 собачка.mail.ru или seoxa.mail.ru Господь да благословит вас! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok